Микс Ньюз Советы Богачек. Время выхода программы анонсируется дополнительно. И все проблемы решатся. Здравствуйте, добрый день, уважаемые слушатели. Программа Советы Богачек. Ирина Богачек, российский психолог. У нас психотерапевт в студии. Здравствуйте. Здравствуйте. Время вот после Нового года, наверное, то самое время, когда многие пары, возможно, ну, хотят отдохнуть, ну, продолжить это вот какое-то праздничное настроение. У многих время отпусков, и кто-то едет в теплые страны, кто-то там, может быть, в экзотические путешествия. Но вот именно путешествие сегодня станет главной темой нашей сегодняшней беседы. Ну да, именно с точки зрения психологии, конечно же. Вот. Я сама только что вернулась из путешествия, испытала огромный вообще шок, потому что со мной там случились необыкновенные приключения. Со знаком минус, я бы сказала. Сейчас я, конечно, уже вспоминаю об этом со знаком плюс. И да, действительно, совместное путешествие, как говорят психологи, на самом деле это мини-совместная жизнь. И очень часто люди говорят, что такое вот прошло полгода, вроде бы ничего не предвещало, почему-то вот мы не сошлись характерами. На самом деле вот эта вот расхожая формулировка, не сошлись характерами, она, конечно же, подразумевает очень много всего. Например, там люди действительно разные по психотипу. И есть психотипы, но абсолютно несовместимые друг с другом. Практически еще на стадии планирования путешествия он хочет активно заниматься дайвингом, лыжами или наоборот, она хочет там, а он хочет поваляться в шезлонге, может быть, у моря, позагорать и просто вот пузом кверху отдыхать. Вот сразу. Конечно же. И как раз вы, Олег, сказали о том, что интересует людей, то есть об интересах. И после психотипов я и хотела затронуть тему интересов. И напомню вам, я уже как-то рассказывала про линейку приоритетов, которая объединяет людей. Ее выявили канадцы, она мне очень сильно нравится, я ее часто где проговариваю. Итак, напомню, что на первом месте между людьми стоят совместные интересы, на втором месте стоят гурме пристрастия, то есть людям должно нравиться кушать одинаковую еду. И более того, чтобы не совсем раздражало, как кушает твой партнер, это тоже очень важно. На третьем месте стоят телесные прикосновения, людям должно нравиться прикасаться друг к другу уже с самой первой секунды совместных путешествий, когда они сидят в самолете, и кто-то у кого-то лежит на плечике и поглаживает руку, и тогда этот путь кажется очень быстрым. И на четвертом месте будет секс, который, конечно же, имеет огромное значение во время совместных путешествий, и он тоже очень часто становится камнем преткновения. Но об этом чуть позже я скажу. Прежде я хотела бы начаться с статистики. Кстати, очень интересную статистику я тут выявила. Итак, что существует за традицией? То есть совместно ли отдыхают пары? Вот, например, в традициях англичан более 50 пар, действительно, процентов пар отдыхают вместе со своей второй половиной. Но, я не знаю, кто и как проводил это обследование, но, тем не менее, вот есть факт. Но в глубине души мечтали все-таки провести в одиночестве. Но вот традиционные англичане... Это же был фильм «Ищите женщину», по-моему, классическая фраза. Дорогой, там поедем, значит, путешествовать в разных каютах в разных океанах. Ой, хорошая какая фраза, да. Вот, во Франции, например, пары легко отдыхают по отдельности. И, например, такая статистика, что две семьи из ста лишь вместе в отпуске. Не знаю, мне кажется, немножко занижена эта цифра, но, тем не менее. Вот что нашла. Американцы же, несмотря на свои какие-то там, в общем, не будем говорить, культурные особенности, любят отдыхать исключительно вместе. И считая, что вот совместный отдых, он позволяет решить какие-то семейные проблемы. Это средства и спасение от развода, улучшить сексуальные отношения, их обновление, потому что новые запахи, краски, вкусы и так далее. А вот что же у нас? Ну, в данном случае я про Россию, но, может быть, и про Латвию тоже. Если оба работают, то график может не совпадать. И, тем не менее, большинство россиян хотят все-таки отдыхать вместе. И здесь нужно учитывать следующее, конечно же. Если мужчина очень много, например, передвигается по работе, или женщина, сейчас уже без разницы, то, конечно же, предлагать активный отдых или поездку в автобусе недельную по Европе, наверное, будет не очень логично. И объясню почему. Потому что путешествие, оно настолько выпукло, все обнажает, и мы должны помнить самое главное, что это миф о том, что твой партнер в путешествии изменится. Наши привычки уезжают в путешествие вместе с нами. И сейчас я прям по пунктам буду разбирать, что же из себя представляет путешествие. Ну, прежде всего, путешествие – это испытание. Потому что чего только не происходит во время этих путешествий, на каждом углу подстерегают опасности, какие-то необыкновенные традиции, какие-то непривычные, нестандартные ситуации. И ты, во-первых, познаешь себя, потому что, например, ты просто не сталкивался никогда с этим, и ты не знаешь, как ты себя поведешь. В то же время у тебя есть возможность увидеть, как поведет себя твой партнер. Я вот несколько очень интересных историй вспомнила. Ну, начну с себя, что у меня сейчас в путешествии украли чемодан. И двое суток я вообще находилась в каком-то непонятном состоянии. И если бы не мой партнер, в данном случае это была партнерша, которая была со мной, пусть это не про любовные отношения, но тем не менее, если бы она мне не помогла в этой ситуации, ну, мне было бы гораздо тяжелее. Но мы как на работу ездили в полицейский участок, на автостанцию. Она очень хорошо говорит на иностранных языках, а я, ну, как бы, ну, похуже. И более того, я еще в стрессе, забываю слова и так далее. Она методична, пожалуйста, позвоните в полицию и так далее. Ну, конечно, она мне очень здорово помогла, я ей за это благодарна. Она говорит, только, наверное, ради этого мне и стоило поехать с тобой в это путешествие. Вспоминаю, как один раз, опять же-таки, повздорила со своим супругом, и надо было купить билеты на поезд, который идет из центра города в аэропорт. И я ввожу кредитную карту, нажимая все как надо, три билета, то есть на меня, на супруга, на ребенка. Нажимаю, странно, ничего не проходит. Я опять вожу, ну, опять все. И смотрю, брым-брым-брым, деньги у меня списываются, а билетов все нет и нет, нет и нет, нет и нет. И только потом, опять же-таки, находя, я была в стрессе. То есть мы поругались. Смотрю, что оказывается уже там 15 билетов в мисочке, знаете, такая вот, она стеклышком закрыта. Супруг стоит на это и примило смотрит. А денежки списываются, билетики падают. Ох, я, конечно же, очень сильно по этому поводу еще больше разозлилась. Вот. Например, у одной моей пары знакомой, прям в первый день путешествий, пока они разбирали, что нажать, банкомат съел карту. Это, кстати, очень такая распространенная история. И, к сожалению, девушка говорит, молодой человек стал ее обвинять во всех смертных грехах. Он стал говорить, что она, ну, извините, тормоз, и поэтому она вовремя не сориентировалась, и что она создала им ряд проблем, что сейчас нужно обращаться в полицейский участок, в Лондоне это было, и так далее. И, в общем, они приехали, и после этой истории, к сожалению, расстались. И вот это исключительное испытание, оно, конечно же, покажет, насколько вы сможете справиться с той или иной проблемой. И даже если это действительно была история, ну, какая-то такая не очень хорошая, но если вы достойно ее преодолели, вы будете только с юмором потом вспоминать, как, что вы делали, как вы себя вели, как вы говорили. А помнишь вот это, вот это. Потому что совместное путешествие – это, конечно, колоссальный опыт. Следующее. Путешествие дает нам возможность лучше узнать друг друга. И, то есть, это не менее эффективно, чем даже совместное проживание. И, конечно же, когда ты находишься 24 часа в сутки со своим партнером, то есть, вдруг выясняется, что у него есть какие-то качества, которых ты даже не подозревал, вернее, ты не подозревал, что они будут, например, тебя бесить или раздражать. Тот же самый храп. Или, например, выясняется, что твоя бизнесвумен, ну, например, мужчина мне один рассказывал, я, говорит, с ней встречалась, она всегда такая деловая девушка, мы встречались только по выходным. Вот. Все достаточно быстро как-то. А тут мы приехали, и вроде бы спешить никуда не нужно. У нас, говорит, весь номер, вся комната была заполнена ее вещами, где они только не висели, даже на люстре. Я ее просил, пожалуйста, ну, как-то это систематизируй, убери. А она говорит, слушай, я на отдыхе. Если я еще на отдыхе буду, мол, типа себя вот заставлять, там напрягать, там что-то делать. И он говорит, и я с ужасом подумал, что с этой женщиной я буду строить совместную жизнь. И, в общем, это тоже стало причиной того, что они расстались. А так он, конечно, говорил, что он нашел свой идеал. И да, ему нравится, что она такая экспрессивная, динамичная, успешная женщина, но тем не менее... А, еще второй момент касался совместных интересов. Выяснилось, что она никуда не хочет туда, куда хочет он. Вот. Именно потому, что она говорит, я так устаю, у меня такой бизнес, ну, у нее такой мужской бизнес, в принципе. Вот, и ей нужно было только лежать на шезлонге, читать какие-то женские журналы. И он почувствовал себя абсолютно брошенным. Еще и в комнате вот такой трам-тарарам. В общем, короче, пара рассталась. Не сложилась. Не сложилась, да. Поэтому здесь тоже очень важно, способен ли твой партнер идти на компромисс. Потому что, ну, одно дело, ты привык к тому, чтобы укладываться на кровать в обуви. Но, а вдруг твоего партнера это очень сильно раздражает. Сможешь ли ты, вот, не лезть, что называется, на рожон и говорить, я так привык, да, а сказать, ну, хорошо, я не буду так делать. Потому что, например, тебе это не нравится. Но ведь, с другой стороны, вот как раз люди едут в отпуск, чтобы расслабиться. И, ну, понятно, что вот могут возникнуть. А почему я должен вообще прибираться, собирать действительно свои вещи? Вот я приехал сюда вот просто, ну, почувствовать себя свободным. А потому что путешествие – это еще и совместная забота друг о друге. И вот здесь тоже часто бывают такие ситуации, когда что-то происходит с твоим партнером, и реально тебе нужно о нем позаботиться, вплоть до того, что даже обратиться в какой-то медицинский участок и так далее. Сейчас расскажу тоже несколько смешных историй. Мы поехали большой компанией в Шерам-Леших. Мужчины ушли плавать с аквалангом, девочки загорали на берегу, и я решила поплавать в Красном море, посмотреть рыбок. Надела маску с трубкой. Да, действительно, чудесное море, чудесные рыбки. Выхожу из воды, довольная. Единственное чувство, что у меня с губой что-то не то. Думаю, странно. То ли прикусила, то ли как-то вот раздражение какое-то. Я подхожу к своей подруге и говорю, ой, манечка, так жалко, что ты не пошла со мной поплавать, рыбок посмотреть. А она поднимает глаза и говорит, ой, Иринка, а что с тобой? Я говорю, а что такое? Она говорит, а ты себя видела? Я говорю, а что? Она говорит, ты знаешь, у тебя же, говорит, лица на тебе нет. То есть оказывается, у меня на силиконовую маску пошло раздражение. С жучайшей аллергиям я бегом в туалетную комнату, смотрю, красота неописуемая, как в фильме «Королевая бензоколонка». Она говорит, так, интересно, что же скажет сейчас богачик, когда он тебя увидит? И мы до сих пор вспоминаем эту историю. В общем, пришли мужчины с дайвинга, я сижу спиной. Ну, разговоры, разговоры, и в какой-то момент я поворачиваюсь, он говорит, о боже, я увидел тебя, говорит, в 80 лет. Ну, как-то мы обыграли, конечно же, пошли в медицинский пункт и тому подобное. Но за то, что он надо мной посмеялся, на следующий день его укусил еж, и у него самого разнесло вот так шею. Здесь голова в шее отсутствует, сразу плечи. Я говорю, вот не надо было надо мной смеяться. И в данном случае, да, действительно, иногда ногу подвернул, там, я не знаю, что-то произошло с тобой. Да просто элементарно горло заболело. И как поведет себя твой партнер, это тоже очень показательно. Насколько он способен, может быть, даже в ущерб своим каким-то интересам, например, у него там было запланировано, я знаю, там, тоже тем же дайвингом заняться, все-таки побыть с тобой, например, потому что у тебя температура. Вот, и насколько вот он внимательен будет по отношению к тебе. Потому что еще одна пара распалась, мужчина с девушкой поехали на горные лыжи, тоже в компанию, и девушка даже еще на лыжи не успела встать, а упала и подвернула себе запястье. Вот, и выяснилось, что у нее прям серьезный какой-то вот там перелом случился. И они поехали в госпиталь, и он оплачивал ей, какой-то ей поставили сюда пластину, так серьезно она поломала запястье. И дальше вот всю дорогу он рассуждал о том, сколько денег он у нее потратил, и все это были непредвиденные расходы, и вообще зачем ему это нужно, и тому подобное. И я все думала, девушка все это слышала, и я все думала, интересно, вот останутся ли они вместе, потому что вот в моей психической реальности это было очень цинично. Да, конечно. Вот я как-то, ну, мне очень не нравилось то, что он говорил. Нет, тем не менее она вышла за него замуж, но с этой историей она столкнулась на протяжении всей дальнейшей совместной семейной жизни. 10 лет они прожили вместе, и ребеночка родили, но тем не менее они разошлись. Именно потому что он реально вот жалел на нее денег. А все-таки деньги, я уже говорила как-то об этом, это энергия мужская, и очень часто женщинам очень важно, чтобы мужчина действительно вкладывался в них. Но иногда бывают ситуации, я тоже этого никогда не отрицаю. Может так случиться, что мужчина останется без работы или еще чего-то, и тогда женщина должна принять решение, и может быть в какой-то период зарабатывать деньги, ничего страшного в этом нет. Закон давать брать, он всегда присутствует. Ну и, кстати, вот там не только ведь про деньги речь, может, ну вот отсутствие заботы элементарно, путешествие, ведь это тоже, ну, человек вкладывается каким-то, ну, другим своим ресурсам. Нужно продумать маршрут, нужно бронировать номера, собирать чемоданы. То есть вот это забота, если один человек, ну, как бы сидит на плечах другого, ну, то есть вот, ну, как бы считает, что другой обязан за него все это сделать, подготовить. Я говорю, может быть, ну, не про супружескую пару, если, ну, предположим, вот, ну, пара, которая еще собирается только. То это тоже, наверное, какой-то звоночек все-таки, что это... Это как раз тот самый общественный договор, о котором я чуть позже скажу. Вообще важны любые мелочи, вплоть до того, кто будет собирать чемодан. Но когда я вот перейду прямо к правилам, как выстроить хорошее и грамотное путешествие, я обязательно отвечу на ваш вопрос, Олег. Итак, я продолжаю свой анализ путешествий с точки зрения феномена, что же это такое, и какие-то психологические именно стороны он позволяет высветить. И так путешествие позволяет очень часто, кстати, паре обособиться друг от друга и чувствовать себя какими-то такими идентити, что вот они какие-то особенные, отличные от другого мира, и очень часто перебарщивать начинают, а именно говорят, ой, все вот не очень умные, а вот мы с тобой, мы это понимаем. Вот все, посмотри, как-то там, допустим, одеты как-то, ну, не очень хорошо, а вот мы-то с тобой такая красивая пара и так далее. Я не очень поддерживаю эту тенденцию, но очень часто такое бывает, именно потому что люди хотят вот обособиться, и тем самым вот эту близость друг к другу почувствовать. Путешествие точно так же дает возможность получать удовольствие вместе. Даже понятно, что каждому может нравиться свое. И возможно, что об этом своем вы уже услышите еще и до начала этого путешествия. Но научиться вот находить какие-то совместные удовольствия, даже если один любит шляться, смотреть узкие улочки города, а другой лежать на шезлонге, один любит вкусно есть и пить, а другой сторонник ЗОЖ, вот этот вот момент, конечно же, один физическую нагрузку любит, а третий просто релакса ничего не делает. Здесь, конечно же, вот эти диаметрально противоположные вещи, они могут наложить отпечаток, могут вызвать вопросы, и поэтому этот момент нужно обсуждать заранее. Потому что, я говорю, путешествия все-все-все обостряют. Именно потому что путешествия, в следующий момент позволяют еще увидеть твоего партнера с худшей стороны. Вот. И все, что мы скрываем, особенно в начале наших отношений, вот эти 24 на 7, а именно путешествия, они отнимают, во-первых, силы, и уже нет возможности маскироваться бесконечно. И начинают выплывать какие-то вот такие качества твоего партнера, то есть его теневая сторона, которые могут стать очень неприятным таким сюрпризом. И, ну, вот те же самые, как я говорила, вещи по номеру. Ой, у меня один был мужчина знакомый, его прямо очень сильно раздражала пена на мыле. По-моему, я даже уже рассказывала. И он говорит, эта девушка не подходит мне в качестве супруги, потому что она, после нее вся душевая в брызгах и мыло на пене. Его прям очень сильно, и он говорит, на третий день я уже готов была ее за это убить, потому что вот вся ванная комната, она, говорит, устраивала баню. И я после нее, понятное дело, я как, ну, как бы джентльмен говорил, пожалуйста, ты можешь первое принять, как бы, душ. Но я не мог после нее мыться, потому что это была просто баня вот такой, все вот с его точки зрения было грязное, мокрое. А еще, говорит, она использовала все полотенца. То есть, когда я приходил, мне, говорит, уже сухого полотенца не оставалось. Она говорит, а что такого? Ну, я вот этим, ну, буквально промокнулась, ты же можешь им вытереться. И он в этом увидел тоже вот какой-то ее эгоизм, то, что она не заботится о нем. То есть, ну, с такой худшей стороны она высветилась, высветилась, хотя все остальное его устраивало, ее внешность, сексуальная активность, ее профессия. То есть, он все время говорил, она будущая мать моих детей. И после вот такого совместного путешествия, к сожалению, тоже и ничего у них не получилось. Вот. Но, тем не менее, путешествие очень уникальный, все-таки совместный опыт. И если все пройдет гладко, ну, это будет вам основание для того, что, возможно, это ваш человек, и вы сможете построить. Если с ним смогли выдержать. Да, да, да. Мы сейчас буквально ненадолго прервемся, после чего продолжим программу «Советы богачек». Микс-ньюс. Мы продолжаем программу, и я напомню, Ирина Богачек, российский психолог-психотерапевт, мы сегодня говорим о путешествиях, которые как опыт могут помочь людям узнать друг друга, а может быть даже и расстаться с друг с другом. Вот у нас звонок очень долго подозванивается к нам. Слушатель, здравствуйте, добрый день. Добрый день. Здравствуйте. А вы знаете, мне кажется, все-таки надо договариваться. Я, в принципе, сама по натуре кошка, сама по себе которая. Но можно же договориться, когда едем. Хорошо, ты сегодня полежишь в шезлонге, я схожу там в какой-то музей или еще что-то. А завтра ты со мной пойдешь, или я, наоборот, полежу в шезлонге. То есть, действительно, надо всегда стараться договариваться. Иногда действительно бывает, узнаешь, человек чавкает, это кошмар. Но, в конце концов, можно или смириться, или как-то объяснить ему, в конце концов. А вот по поводу мыла на пене я вспомнила. Вы помните фильм «Я остаюсь». Там очень интересный был момент, когда Яковлева, ее жутко раздражали носки мужа под кроватью. Но когда он лежал в коме, она нашла эти носки, вы помните, она к щекам прижала. То есть, эти носки уже, они олицетворяли совершенно другое отношение. Спасибо. Спасибо. Благодарим вас за комментарии. Вот мы начали говорить о сюрпризах. И я до сих пор, на самом деле, как психолог, как психотерапевт, я не знаю, как ответить на этот вопрос. То есть, хороши ли сюрпризы в путешествиях. Начну с иллюстрации. Двое влюбленных, прям вот людям казалось, что они просто жить, дышать друг без друга не могут. И один партнер другому сказал, что я хочу пригласить тебя на твой день рождения и сделать тебе сюрприз. Но я даже, меня так распирает, что я не могу молчать. И я хочу тебе сказать, что это будет за сюрприз. Как это все будет, это ты увидишь на месте. Вот. Но я хочу тебе сказать, что там будет наша помолвка. И вторая сторона так испугалась этого. Она сказала, боже мой, первый момент просто был ступор, страх и непонимание, что делать. Потому что с одной стороны можно обидеть своего партнера, с другой стороны ты начинаешь испытывать чувство вины. И она показала не ту реакцию, которую ждал этот человек, который рассказал про помолвку. И у них получился колоссальный конфликт, вплоть до того, что партнер сказал, ну, скорее всего, тогда, значит, ты меня не любишь. И... Ну, простите, Витя, разве он не виноват? Потому что, мне кажется, что логичнее было бы сначала сделать ей предложение руки и сердца, дать ей возможность подумать, помучить его, значит, вот размышлениями. И только затем, ну, то есть то, что он решает за нее, что она уже ему ответит «да», и что уже будет помолвка, говорит о том, что он уже спланировал свадьбу там с 180 родственниками, решил, что уже будет, какое платье на ней будет. То есть спланировал уже ее жизнь, сколько будет детей, как и чего она будет там, где будет заниматься. Вот это, наверное, испугало ее. Ну, вот с таким запросом люди ко мне обратились, и я на самом деле не знаю, чью сторону принять. Я понимаю и одну сторону, и другую. А тому человеку, который запланировал эту помолвку, ему казалось, что настолько априори, они уже друг в друге, что даже сомнений нет, что может быть вот такой страх, и такая вот реакция. И до сих пор вот эта вот помолвка, она немножко как бы, ну, как такая заноска в их отношениях, в их сердце, они по сей день вместе, но, тем не менее, вот такое случилось. А бывают еще круче сюрпризы. Например, один мой, опять же-таки, знакомый, все истории, которые я рассказываю, это реальные истории жизни, вот ничего не придумано. Он очень долго добивался девушку. Причем как? У них вначале были романтические отношения, потом, а он такой, ну, немножко легкомысленный в плане женщин. Вот. И у него были потом другие партнерши. И когда он узнал, что она собирается выходить замуж, вдруг у него случилась любовь к ней безумная, он стал писать стихи. И, конечно же, логично, что он пригласил ее в отпуск. И в этом отпуске оказалась, в общем, вместе с ними я. И поскольку он сам очень любит экстремальные виды спорта, он сюрприз какой сделал? Он купил доску для сноуборда, одежду ей. И когда... А просто ей сказал, приедешь по горам погуляем. И когда она согласилась, они приехали в Альпы, он вот это все ей достал. Или, может быть, одежду он заранее купил. В общем, короче, доска. Вот эта доска стала камнем преткновения, потому что он говорит, давай вставай на доску, я буду тебя учить. Моя женщина должна уметь делать то же самое, что я, потому что наши интересы должны быть общими. Кстати, вот это будет очень хорошая тема для следующей нашей передачи. Совместные интересы. Должны ли у нас совместные быть интересы? То есть интересы обязательно ли должны быть общими? И вот в данном случае он говорит, «Моя женщина должна обязательно уметь ездить на доске». Она, конечно же, хотела ему угодить. Она встала на эту доску. Но есть люди способные к такой активности, а есть люди неспособные. И, в общем, она особенно не лыжа, а еще доска. Там все время падаешь. Вот, ну, как бы, особенно на начальном этапе обучения, на попу, извините. И вот она все время падала. Я смотрю, у нее слезы на глазах. А он на нее ругается, кричит, что она вот такая бездарная. И ничего-то она не умеет. И каждый вечер я ее успокаивала. Она говорит, почему он ко мне относится не как к женщине, а как к пацану, который вот нужен ему для каких-то совместных игр. Я говорю, ну, потому что семейная жизнь – это, в принципе, совместная игра. Нет, я не готова, я не хочу, я ненавижу эту доску. Я с ужасом вспоминаю, что завтра будет то же самое и так далее. В общем, после этого отпуска они, в общем, тоже расстаются. Да что ж такое? Сегодня я всю передачу рассказываю о том, что люди в той или иной степени расстаются. Поэтому, я думаю, наверное, надо перейти к правилам, как правильно организовать совместное путешествие, чтобы ваши отношения не разрушились, а все-таки укрепились. И прям вот хочу по пунктам. С чего начнем? С какого пункта? А начнем вот как раз с того самого столкновения интересов. Что действительно, как вот нам только что звонила наша слушательница, могут быть реально разные интересы. Один хочет кушать, другой – ЗОЖ. Один хочет отдыхать all-inclusive, а другому нужен автобусный тур. Один хочет культурные достопримечательности, а третий – просто релакс около бассейна и больше ничего. И вот найти вот этот вот баланс, баланс, что он, например, может полежать, а ты в это время занимаешься шопингом, или, допустим, я не знаю, куда-то вы все-таки пойдете вместе, потому что вам там будет, например, вместе вкусно. И вот зная, например, такие особенности своего супруга, что вот он не очень любит всевозможные, особенно пешие экскурсии, я, например, всегда называю культурный мультур совместно с едальней-выпивальней. Вот такие у меня такие жаргончики. То есть я ему все время говорю, вот мы пойдем туда, посмотрим то-то, и мы будем там вот это вкушать, вот это вот пробовать и так далее. И тогда получается, что вот эти вот гурме пристрастия еще, они немножко облегчают, потому что есть вот те самые рубежи, что называется, пикнички между какими-то перебежками. И в общем и целом получается очень даже приятное впечатление. Вот о всех этих мелочах нужно договариваться. Вот то, о чем нам сказал наш слушательница. Отдельный момент – это планирование бюджета. Вот это вот просто настолько болезненная тема. И чтобы вот не тратить нервы в поездке на это, вот прям нужно договариваться на берегу. Ну, во-первых, по отдельности или совместный бюджет. То есть либо мы вместе складываем это все у тебя, и ты, допустим, там рассчитываешься, либо каждый из нас рассчитывается по отдельности. Вот здесь опять же вопросы культурных традиций и воспитания и так далее. Я не буду навязывать никакое мнение, потому что абсолютно разные позиции у европейцев, у россиян, разные культурно-исторические традиции. Но, тем не менее, договориться можно. Дальше. Но мне кажется, что даже супруги, ведь если мы говорим уже не о паре, которая отправляется вместе, это же может быть причиной и разрушения семьи в отцов супружеской, когда муж будет пилить жену за то, что она потратила слишком много денег на шопинге, и у них там не хватает на что-то. Они запланировали поехать на экскурсию, но теперь они не могут. Ну и вот все эти мелочи. Абсолютно верно. То есть здесь вот это обязательно нужно обсудить. Кому? За что платить? Или, например, сколько вы собираетесь потратить? То есть не надо стесняться. И очень часто же, особенно вот определенного психотипа, психотипа мужчины хотят показать, да и женщины тоже. Я говорю сейчас вообще без разницы, что вот у меня такая финансовая возможность, а на месте приезжаем и выясняется, что вовсе не такая финансовая возможность. А помимо этого, еще это очень может быть связано с ожиданиями. Вот, например, случай вспомнился мне, когда парень пригласил девушку в совместное путешествие. До этого в ее традициях было всегда, что мужчина все оплачивал, а тут они приехали на отдых, они сняли апартаменты в Сочи. И он ей там говорит, ну, вот как бы доставай свою половину. А у нее, во-первых, не было этих денег. И я помню, как ее подруга звонила мне, говорила, представляешь, сейчас бегу делать ей перевод в Western Union, потому что у нее нет денег, он потребовал от нее заплатить за апартаменты. Что и делать? Все бросать, уезжать и тому подобное. Я говорю, ну, если уж приехала, пусть отдыхает. И они в итоге отдыхали в разных комнатах. И вот то, что они не проговорили это заранее. Может быть, она вообще бы не поехала с ним в это путешествие и сказала бы, что, ну, извини, вот по этим критериям ты мне не подходишь. Потому что все люди разные, нельзя никому навязывать свое мнение. Ты просто лишь проговариваешь, что тебе комфортнее. Примет твой партнер, не примет. Ну, это уже второй вопрос. Еще, наверное, очень важный момент. Ведь если вдруг поездка оказалась, ну, априори, чуть дороже, чем рассчитывали, но вот получилось так, что им пришлось взять какой-то более звездочный отель и уже не хватает денег на что-то, вот мне кажется, что это тот случай, когда нужно расслабиться и получить удовольствие. Ну, понятно, что вот мы потратим больше денег, но вот ныть, конючить, все время упрекать партнера, что зачем ты взял эту поездку? Я же говорила, что лучше бы мы поехали там более бюджетно, отдохнули. Это значит испортить, но вот уже и этот дорогой отдых, и он все равно еще будет изгажен. Конечно. Что бы уже ни случилось, это я вот в конце прям скажу как основное правило, нужно принять как есть. Иначе потом у тебя будут только плохие воспоминания вместо хороших каких-то картинок. Очень важное на сегодняшний день – это звонки из социальной сети. Это тоже вот, но исключительный случай. Совершенно недавно у меня в терапии была девушка, которая сказала, вы представляете, все, я, говорит, поняла, что это абсолютно не мой партнер, ой, девушка, я говорю, мужчина. Он говорит, вы представляете, я вот все организовал, все красиво, с утра у нас великолепный секс. Дальше вдруг я, говорит, прихожу, а она, говорит, в Инстаграм сидит. Я хотела там как-то ее прижать, приголубить, ну, поласкать там, поговорить. Да просто полежать молча. А она, говорит, опять вот эти свои эти губы, пальмы, еще что-то. И он говорит, я взбесился так, я кричал, я с ней два дня не разговаривал и так далее. То есть вот до такой степени его обидело, что она не в близости с ним, а вот то, что она пошла в эти социальные сети. Конечно же, деловые люди, им без конца будут звонить. Вот поэтому тоже заранее договариваемся, что, например, суббота, воскресенье я обещаю, что я, например, не захожу в рабочую почту, но вот в понедельник, извини мне, вот с 10 до 11 нужно будет обязательно ответить на деловые какие-то там письма или еще что-то. Ну, разные ситуации у людей. Если можешь отрешиться от всего, ну, это счастье, но, к сожалению, это, конечно же, утопия. А вот теперь про эти селфи. Это отдельная история. С этим я тоже постоянно сталкиваюсь. Вот эти вот фотосессии, особенно совместные, или когда твой партнер просит сделать твои красивые фотографии в купальнике на фоне там пальм или еще что-то, он делает, ему-то ты кажешься красивая, а ты смотришь эти 100 фотографий, и нет ни одной приличной. Да я вот и сама, вот коллегу, например, пристаю, чтобы он красиво меня сфотографировал. И люди ругаются от этого. Он говорит, сама фотографируйся, не буду я больше и так далее. Ну, в особенности девушки, конечно, им же хочется показать, как красиво, где она с любимым человеком. И все не то, да не то, да не так, с ее точки зрения. И он уже начинает ненавидеть эти фотосессии, уже ему это все не в радость. Поэтому, если у вас не получилось, иногда вот бывают люди, которые вот талантливо, вот как-то умеют поймать момент и так далее. Сделайте вы эти фотографии для себя. И смотрите, потому что, когда вы смотрите их на своем домашнем компьютере, это же не видит социум. Вы видите только свои счастливые глаза, улыбки и тому подобное. А фотографируйте, ну что, природу, погоду, там, бассейн, там, я не знаю, акул и так далее. Руки свои, в конце концов, сфотографируйте. Я помню, что вот у меня самой никак не получалось сделать фотографии. Я все мечтала съездить после фильма «Запах женщины» в замечательный отель в Нью-Йорке. Я понял, да. Ой, господи, ну вот забыли мы еще с такой, с традициями очень. И вот никак не получалось у меня там сделать фотографии. И я просто сфотографировала две наши руки и два бокала шампанского, думаю. И все. И отметила локацию, что я нахожусь там. И все, и тоже была довольна. Ну, если не получается вот у партнера вот сделать тебя так, как тебе хотелось бы. Ну, возьми себе там, я не знаю, где-то щелкни, наложи что-то совместное, вот и будет. Или просто довольствуйтесь моментом, потому что все-таки самое важное и значимое – это моменты. Вот. Еще один очень важный нюанс – это то, что здесь вот 24 на 7 вы вместе, а иногда бывает необходимо побыть в одиночестве. Ну, например, не все люди экстравертированные. То есть и кому-то действительно реально нужно побыть хотя бы чуть-чуть самому по себе. И вот здесь тоже договариваетесь. Ну, например, вы можете поспать, а ваш партнер может пойти на утреннюю пробежку или заняться йогой, или просто, я не знаю, остаться в номере и почитать книгу и так далее. Не надо приклеиваться, потому что иногда, я говорю, создается утопия, что если мы любим друг друга, нам обязательно надо быть 24 часа в сутки. А если мы не можем 24 часа в сутки, значит, между нами нет любви, например, между нами там какие-то сложные отношения. Нет. Все-таки человек, каждый сам по себе, рождается один и уходит из этой жизни один. Поэтому степень вот этого желания побыть в одиночестве, она присутствует у каждого человека. Ну, просто степень вот эта разная. И вот экстренные ситуации, то, о чем мы говорили, вот здесь очень важно помнить следующее. А. Ни в коем случае не обвинять друг друга. Потому что начнешь обвинять, ну, смысл уже, ну, случилось, как случилось. Ну, вот уже съел этот банкомат, эту карту. Или сломали мы там что-нибудь, да, какой-нибудь диван. Или, допустим, там, я не знаю, ну, деньги у нас украли. Ну, смысл говорить друг другу обвинение, что ты там был невнимательный, растяпа или еще что-то. И так далее. Вот. И обязательно нужно выслушать своего партнера с точки зрения принятия решения. То есть, что он предложит. Возможно, у тебя одно видение, у него другое, а совместно вы все-таки сможете что-то найти. И ни в коем случае не перекладывать ответственность. Ты мужчина, ты решай его, да, как очень часто бывает. И здесь там, например, ситуация вообще может быть какая-то чисто женская. И, например, какими-то женскими уловками, там, такими нюансиками проще исправить эту ситуацию, чем, допустим, идти властным тоном мужским что-то отстаивать. Смотрю, пойти поулыбаться, там, менеджер сказать, ну, мне очень нравится наш номер. Или я помню, я вот, мне очень не нравилось, и я подошла, сказала, вы знаете, мне так не нравится наш номер, но я боюсь сказать мужу. Он такой, говорю, у меня очень нервный. И меня так пожалела менеджер. После этого, да, красивый. Номер с видом на Гранд-канал. Я говорю, ситуации бывают разные. И вот здесь, ну, не надо обязательно вот ждать, что это должен сделать твой партнер. Вкладывайся сам. А еще, если все-таки вместе, то это еще лучше. Вот. И не стройте больших ожиданий. То есть не думайте, что в поездке ваш партнер должен стать лучше, он должен стать более активным. Наоборот, я уже говорила, вот эти вот совместные путешествия, они высветят зачастую не самые, может быть, даже лучшие стороны. Но помните о том, что вы вместе. Если вы хотите быть вместе, радуйтесь тому, что это человек рядом с вами. А если же все-таки не получилось, ну, вот примите это как должное. И просто подумайте, почему не получилось. Возможно, это не человек плохой, а просто вы не подходите друг к другу. У вас разная психическая реальность, у вас разные потребности, разное воспитание и разные интересы. То, о чем я и предлагаю поговорить. Ну, и напоследок я бы предложила нашим радиослушателям, если вы все-таки планируете путешествие, поиграйте в игру «Мое идеальное путешествие». Причем здесь, ну, если ваш партнер согласится на это, написать его нужно на бумажке. Бумажки? Отдельно. Отдельно. Друг другу дать, и чтобы ваш партнер читал, а вы диссоциировано слышали, что он читает про вами предложенное совместное путешествие. И иногда такие нюансы возникают. То есть ваш партнер читает, а ты думаешь, это что, я предложила? Да мне точно это не нужно. Или, ой, какой-то абсурд, я предложила, зачем это нужно? И вот когда вы со стороны послушаете диссоциированно, тогда и получится возможность объединить два этих сценария вместе, и вы получите свое прекрасное, великолепное путешествие. А, возможно, и дальнейшую семейную жизнь. Так что давайте пробовать отправляться в путешествие как в модель совместного проживания. Ирина Богачек, спасибо огромное. И следующая наша встреча будет посвящена совместным интересам. Интересам, да. Должны ли они быть одинаковыми, или все-таки они должны быть разными? Благодарю. Продолжение следует...